Привет, друзья! Я ученка Александр, я являюсь основателем Академии Счастья и проекта Новой Цивилизации. Каждый день я записываю видео, которые помогают улучшению качества жизни и способствуют увеличению осознанности. Эти видео, по сути, это то, что приходит через меня, то знание, которое просто я озвучиваю. На самом деле даже нету каких-то специальных подготовленных тем или чего-то. Если о чем-то интересно, может быть, на что-то взглянуть, о чем-то пообщаться, что-то рассказать, можете писать в комментариях, задавать вопросы. Я буду рад общению в этом направлении по моим видео, по улучшению качества жизни и осознанности. Сегодня поговорим о такой важной теме, как сон. То есть, почему важно спать столько, сколько хочется, что вообще представляет собой сон. Ну и, в общем-то, что происходит во сне, какие могут быть там тоже вещи, которые улучшают состояние. Скажу сразу, что очень важно высыпаться. То есть, высыпаться в каком плане? То есть, отдыхать столько, сколько вам хочется. Кому-то это меньше нужно. Кто-то, может быть, выспится за 5-6 часов в какое-то время. Кому-то необходимо будет и 8-10 часов, может быть, даже и больше. 12 часов, может быть, в определенных ситуациях необходимо. То есть, самое важное, это просто почувствовать, да, сколько необходимо и выспаться, да. Конечно же, еще важно спать, да, в то время, когда вы действительно хотите спать, да. Потому что сейчас бывает такое, что необходимо спать там, ну, в определенное время, да. Например, там, вот как там говорят, да. То есть, давайте в такое-то время, ложитесь в такое-то время. По сути, да, это, конечно же, важно, да, в общем, ну, скажем так, направлении, да, для большинства людей. Но некоторым людям, конечно же, можно и по-другому сделать, да. Поэтому важно прислушиваться к себе, к своему организму. Точно так же и с питанием, да. То есть, очень важно прочувствовать, да, что вам хочется кушать, да. И в то время, когда вам хочется кушать, да. То есть, когда почувствовали действительно аппетит, то есть, сильное такое чувство голода, вот тогда время кушать. А я имею в виду, не кушать тогда, когда не хочется кушать, да. То есть, это тоже важно. Так же и со всем, да. Если вам не хочется этого делать, не делайте этого. Делайте то, что вы считаете правильным. Но правильным не просто то, потому что вот я хочу, я это сделал. А именно правильным по чувствованию, да, что это будет вот именно важным, правильным сделать в данный момент. Что это принесет наибольшую пользу. То есть, пользу для вас, для ваших близких, для большинства людей. И поэтому, по сути, получается, что, почему я говорю, прочувствовать, да, а потом сделать. Речь здесь идет об осознанности. Осознанность это та вещь, когда вы понимаете, что в данный момент важно поступить таким образом, да. То есть, чувствование своего тела, но, опять же таки, бывают какие-то вещи, приходят и из ума. Ум это, по сути, собрание осуждений, картинок, да, то, что было записано, как, ну, скажем так, восприятие, да, окружающей среды. Вот эти вещи тоже важны с аналитической точки зрения. Но, опять же, если сюда не вмешивается ум, который действует на основе стимулы реакции, его назвали таким, как реактивный ум, да, то есть, потому что он что делает? Он, по сути, просто реагирует. То есть, вы, допустим, встречаете какую-то ситуацию, она похожа на то, что у вас имеется запись. Но эта допись имеется на уровне неосознанном, да, то есть, например, что-то записалось в моменты боли, бессознательности, эмоциональной подавленности. И эти вещи влияют, влияют, по сути, на вас и не дают вот как раз осознанности проявиться. Поэтому, чтобы проявилась осознанность, конечно же, важно удалить эти негативные моменты из ума. Потому что они, по сути, ну, как бы разрушают, да, то есть, то, что наработано, да, те вещи, которые бывают. Даже знаешь, как правильно сделать. Ну, вот в момент происходит что-то такое, как влияние, и все, пошло-поехало, да, то есть, начинается такая вещь, что, ну, становится хуже. Вот такие вот вещи, когда вдруг, ну, скажем так, без необъяснимых причин, да, то есть, непонятно, почему становится хуже. Вот это и зачастую есть влияние реактивного ума. То есть, когда что-то включается или стимулируется что-то, просто, что было в прошлом, какая-то болезненная вещь, эмоциональная, либо физическая боль, она включается в настоящее время. Более может болеть все, что угодно, какая любая часть тела, или просто вдруг испортится состояние. Поэтому я помогаю людям такие вещи из ума удалять. То есть, это простая процедура, называемая водитинг или процессинг, дает человеку увеличенное, ну, увеличение осознанности за счет того, что мы удаляем вот этот негативный заряд из ума. Человеку становится легче, лучше, он становится более счастливым, более осознанным. Поэтому, друзья, я вас приглашаю в Академию Счастья. Тут можно получить как раз освобождение, то есть, освобождение я имею в виду от негативного умственного заряда. И получить то, что, соответственно, дает возможность человеку быть осознанным, то есть, быть в потоке, быть здесь и сейчас, быть в настоящее время. И действовать из этой осознанности, то есть, из максимальной осознанности принимать правильные решения. Хорошо, друзья, если вам понравилось видео, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал. Я буду рад вас видеть в друзьях, в соцсетях, добавляйтесь, буду рад общению. На сегодня все. Всего вам доброго и до скорой встречи.